Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 24 августа, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас проведем ее мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. 24 августа в 1921 году вышло постановление Петроградской губчика о расстреле участников Таганцевского заговора. Среди 61 подозреваемого был Николай Гумилев. В сентябре «Петроградская правда» в статье о раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти опубликовало сообщение о самом заговоре и степени виновности его участников. Николай Гумилев был обвинен в активном содействии в составлении прокламации контрреволюционного содержания. Отмечалось, что якобы поэт обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности. На основании этих обвинений поэт был приговорен к расстрелу, хотя, по свидетельству юриста Терехова, в деле содержатся лишь документы, подтверждающие недонесение им о существовании контрреволюционной организации, в которую он не вступил. 24 августа 1944 года Румыния выступила против Германии. Это произошло после ареста диктатора Румынии Антонеску. Созданное правительством национального единства заявило о выходе из войны против союзников и объявило войну нацистской Германии. Отряды нового правительства Румынии заняли все стратегически важные пункты в Бухаресте, столице государства. Германское посольство было интернировано, а гитлеровские войска разоружены или ушли на север. В ответ на это фашистская авиация подвергла Бухарест жестокой бомбардировке. Уже на следующий день румынские части начали активные боевые действия против немецких и венгерских нацистов. Более 20 румынских дивизий стали сражаться под руководством советского командования. Сегодня 24 августа. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». А теперь о событиях и людях, вошедших в историю культуры, а также о некоторых изобретениях этого дня. 24 августа 1853-го были изготовлены первые картофельные чипсы. Их изобрел железнодорожный магнат Корнелиус Вандерберт, который путешествовал по стране с ревизией своих предприятий. Во время остановки в городке Саратога-Спринц придирчивый Вандерберт остался недоволен обедом в гостиничном ресторане. Он вызвал к себе чернокожего повара Джорджа Крама и публично стал распекать того за непрожаренную, толсто нарезанную картошку. Крам был не лишен чувства юмора, поэтому дал заносчивому миллионеру достойный ответ. Он нарезал картошку так тонко, как только мог, и, зажарив в масле до хруста, преподнес получившееся блюдо клиенту. Так в результате классовой вражды и родились чипсы. Да, вот только магнат и не думал шутить. Ему так понравилась закуска, что на все время его пребывания в провинциальном городке повар был лишен выходных и каждый день упражнялся в филигранной нарезке клубней. На всем дальнейшем пути своего следования миллионер заказывал новое блюдо, создав на него моду. Вскоре чипсы стали обязательным атрибутом фешенебельных ресторанов США и непременным блюдом на всех столах и приемах высшего света. Однако путь чипсов к более широким народным массам задержался из-за дороговизны масла. Поэтому еще несколько десятилетий хрустящий картофель оставался уделом богачей. А сейчас о литературе, а если точнее, о гении русской поэзии. 24 августа в 1811 году совсем еще юный, но уже дерзкий и острый на язык Пушкин сдал вступительный экзамен в лицей, впоследствии воспетый им в целом цикли стихов. В списке кандидатов, удостоенных поступлением в лицей, Александр Пушкин значился под 14 номером. Интересен график успеваемости впоследствии великого русского поэта. В грамматическом познании российского языка успехи Александра были оценены как очень хорошо, хорошо, в грамматическом познании французского языка. А вот в грамматическом познании немецкого языка стоит отметка «не учился». И если в познании общих свойств тел у Александра Сергеевича еще стоит хорошо, то в арифметике лишь до тройного правила. Однако надо отдать должное, что в начальных основаниях истории молодой Пушкин сведений имел. 24 августа 1901 года родился Андрей Андреевич Костричкин, российский актер. В 1926 году он окончил фабрику эксцентрического актера «Фэкс». Его соучениками были Козинцев, Трауберг, Герасимов, Жаков, Янина Жеймо. «Фэксов» объединяло стремление найти собственную кинематографическую выразительность. Их интересовала эксцентрика, пантомима, клоунада. Они выступали противниками театральных традиций в кинематографе. По мнению критиков, Андрей Костричкин является одним из лучших воспитанников мастерской. Был невероятно пластичен. Его преображения на съемочной площадке были мгновенными и впечатляющими. Невысокий, худой, комичный. В пантомиме он мог одновременно изображать стройного Тореадора и разъяренного быка. Лучшей ролью в творчестве Костричкина признан образ Акакия Акакиевича в «Гоголевской шинель». А в звуковом кино Костричкин играл только эпизоды. Его актерская индивидуальность, гротеского плана пришлась именно ко времени немого кинематографа. Но и в новых условиях он привносил фильмы, нечто костричкинское, рожденное в фэксовской школе. Достаточно вспомнить «Домового» в «Снежной королеве». В 1938-1941 годах Костричкин играл на сцене ленинградского «Тюза». С 1942 года был актером блокадного театра. Затем драматический театр имени Комиссаржевской. В 1938 году в этот день Кларк Гейбл подписал контракт на исполнение роли Ретта Матлера в фильме «Унесенные ветром». Король Голливуда. Этот титул, присвоенный Гейблу поклонниками в конце 30-х, сохранился за ним до самой смерти. Ироничные смеющиеся глаза, чуть сценичная улыбка под маленькой щеточкой усов, стройная поджарая фигура неотразимо увлекли к нему «Дом». Мужчин же покоряли его поступки и в кино, и в жизни. Кларк увлекался охотой, верховой ездой, рыбной ловлей. В минуты опасности был решителен и смел. 24 августа 1954 года родился Стивен Фрайер, английский актер, писатель и журналист. У нас он больше известен по ролям Дживса в сериале «Дживс и Вустер», Аскар Уайльде в фильме «Уайльд» и инспектора из Госфорд-парка. Именно ему принадлежит заслуга создания аудиоверсии книг Джан Роулинг о Гарри Поттере. Его перу принадлежат романы «Теннисные мячики небес», «Гиппопотам» и «Лжец». В последнем автор сатирически изобразил воспитание и традиционную систему частного английского образования. Сегодня 24 августа. Вы смотрите программу «День веков. Гронограф» и в заключение о погоде и народных приметах. 24 августа 1998 года в Нижегородской, Владимирской, Рязанской областях и в ряде Поволжских республик прошли сильные ливни около 80 мм за 12 часов, местами до 100 мм за сутки. На фоне сильных ливней наблюдались шквалы ветра в Мордовии до 25 метров в секунду. В этот день в 1999 году над Черным морем в районе Лазаревского, район Сочи, наблюдались смерчи, которые разрушались через 5-10 минут, не выходя на сушу. 24 августа 2001 года в Ленинградской и Тверской областях наблюдались ранние заморозки, минус 1-3 градуса. В Кировской области Юдмуртии на поверхности почвы до минус 2. А в августе 2004 года в Татарстане стояла сильная жара, температура днем 30-35 градусов тепла, среднесуточная температура на 8-10 градусов выше нормы. В этот же день на юге Сибири зафиксирована волна заморозков. В Алтайском крае было минус 1-3. Сегодня Православная Церковь отмечает День мучеников архидьякона Евпла, Василия и Феодора, Печерских и Сосаны. Полагают, что в ночь на мученика Евпла на могилах ходят привидения, слышны свист, вои песни, бегает белый конь. Так что, любители приключений, не спите. Василий овцам шерсть дает, гласит народная мудрость. В этот день проводится осенний стрижка овец и ягнят. До больших холодов они должны успеть обрасти шерстью. Коз же 24 августа оберегают от проказ лешего, который устраивает козьи переполохи. А вот родившимся в этот день дан дар врачевать скотину. Им следует носить Александрит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин